Всем привет! Это Омай Арт Юрий Пименов в новой Третьяковке «Наконец». Почему «Наконец»? Потому что с этого выпуска я хотела начать сезон, но получилось так, как получилось. А во-вторых, «Наконец», потому что я очень ждала эту выставку. И, знаете, прошла ее уже не раз, и вот как будто немножко в такую стену уткнулась. Я уже начала этот разговор в своем инстаграме, так что подписывайтесь. Там, кстати, такая, в общем, вполне себе жизнь. И продолжу сейчас разговор об этом художнике на выставке. В этом выпуске будет много, по моему мнению, мне кажется. Постарайтесь относиться к этому спокойно. Погнали! Выставка «Ретроспективы» и, как обычно, «Ретроспективы» строятся по определенному закону. Начинается с ранних этапов творчества, заканчивается поздними. По биографии я здесь проходиться не буду. В 2021 году Юрий Пименов поступает на полиграфический факультет в Хутимаса. Хутимас, кузница кадров, есть у нас на канале про это выпуск. Воспитывают там для молодой советской страны художников, архитекторов, скульпторов. В 2025 году Юрий Пименов вместе с Александром Гондренекой и с Андреем Гончаровым организуют общество художников-станковистов. Вот удивительно, общество художников-станковистов существовало, в общем, совсем недолго. Но принципы там заложены, и художественный язык, который они внедряли, он еще долго таким эхом раздается по всему советскому искусству. Правда, вот основатели его, этот язык, довольно быстро забыли. Остовцы Остовцы – совершенно завороженная современностью, той самой молодой советской страной, ее достижениями, ее стройками, новыми отношениями. При этом, в отличие от своих старших товарищей-авангардистов, они хотят сохранить ту самую картину, тот самый холст, тот самый прямоугольник. Но чтобы картина была новая, в ней должны быть новые темы. И эти новые темы, которые их так зажигают, тут же получают свое отражение в их работах. Это работа Юрия Пименова, 27-го года, «Даешь тяжелую индустрию». Часто, правда, путают, говорят, что это работа Александра Дайнеки. Вообще, в этом вот раннем их периоде, их часто путают, мы это увидим, они похожи, у них одинаковый тот самый пластический язык. Что в нем главное? Он ритмичный, экспрессивный, это совсем другая пластика, совсем другая композиция. Вот если посмотреть, например, даже на эту работу, то видно, что даже она, хотя это большое живописное полотно, составлено по такому коллажному принципу. Трудно представить, что с какой-то точки на заводе можно получить вот такую перспективу, где видны остальные фигуры, остальные участники всей этой тяжелой индустрии. Кажется, что эти рабочие вырезаны даже, как будто это какой-то трафарет наложенный просто на холст. Вот этот ритмичный язык, доля условности, как будто иногда просто перенесенный какой-то кинокадр, застывший на картину, он на какое-то время определяет стиль остовцев вообще. Этим работам мы уже почти сто лет, и к той эпохе отношения за это столетие менялось очень много раз. Но при этом надо быть, наверное, абсолютно каким-то невосприимчивым, чтобы не почувствовать ритм этого времени, не проникнуться им. Здесь слышен какой-то и лязг станков, и какая-то перекличка, и марши. И все это очень-очень сконцентрировано, потому что вот весь этот зал, он именно про это. Молодые станковисты, они по образованию в общем графике, и поэтому как раз их новый язык лучше всего узнавать и понимать, глядя вот на такие графические серии. Их здесь несколько на выставке, потому что у художников охотно берут работы журналы, им заказывают, они сотрудничают с журналами и пишут, рисуют эти рисунки на такие очень актуальные темы, на темы того, что происходит в стране, то, что они видят своими глазами. Очень часто эти рисунки требуются, вот знаете, сегодня дали задание, завтра ты уже должен отдать работу. Что касается самого языка, искаженные пропорции, на самом деле кажется, что они мешают нам восприятию, они на самом деле помогают. Ко всему прочему, здесь иногда такие странные ракурсы, с которых трудно представить себе, может быть, взгляд человеку, но это тоже помогает нашему лучшему восприятию. И еще, в следующих залах мы совсем не увидим никакой иронии, ее там нет. Здесь эти работы, они ироничные, они даже иногда такие зубастые абсолютно, а потом все куда-то исчезает. Тема спорта одна из самых важных для вот этих молодых советских художников. И вот эти все принципы пластического языка из графики, они спокойно переносят в живопись. Здесь мы видим специально укрупненные, гротескные фигуры спортсменов, застывшие знаковые движения. Они все в своем деле, они все к нам спиной. При этом это все-таки живопись, поэтому здесь мы можем говорить про цвет. Но работа с цветом, здесь она еще чуть-чуть посложнее. Это, в принципе, такие локальные цветовые пятна. Здесь, в общем, цвет как таковой, может быть, не имеет такого значения. И работа с ним, она, в общем, достаточно простая. Кстати, и Дейнеку, и Пименова очень обвиняли в отсутствии живописного начала. То есть большинство таких претензий к молодым художникам было в том, что, ну, не живописцы они. Ну, и, конечно, во всех этих работах очень большая доля условности. Где-то там земля под ними, очень маленькие деревья, как будто они в воздухе. Так и вот в этих девушках с мечом тоже вообще непонятно, в каком пространстве они находятся. Кстати, про сходство Александра Дейнеки и Юрия Пименова. Вот здесь, мне кажется, почему-то оно особенно очевидно, потому что все время вспоминаешь ткачих Дейнековских. И вот насколько же похожи дамы на этих работах. С одной стороны, ощущение от них, как очень каких-то таких крепких, хорошо стоящих на ногах. А при этом вот эти прозрачные какие-то белые, как у Дейнеки одежды, тоже разбеленные тона здесь у Пименова. Ощущение, что они какие-то бестелесные абсолютно. В любом учебнике истории искусства вы прочитаете о влиянии немецкого экспрессионизма на молодых художников Оста. И, наверное, особенно ярко это видно здесь, вот на этой впечатляющей работе, которая называется «Инвалиды войны». Пименов вообще, работая с этой темой, в раннем своем творчестве не пишет никаких сражений и ничего такого. Это уже травма войны, это уже то, что происходит после войны с человеком, с солдатом, да и вообще, наверное, со всем обществом. В 1924 году в Москве проходила выставка германского искусства. Я думаю, именно там молодые художники знакомятся с художниками немецкого экспрессионизма. Здесь такие образы с работ Ота Дикса. У него есть серия гравюр. Эта серия гравюр была посвящена Первой мировой тем солдатам, которые не смогли прийти в себя, не смогли выздороветь после этого. И вот здесь, в работе Пименова, знаете, вот все работы, которые представлены в Первом зале, которые посвящены войне, они, естественно, все антимилитаристские. Здесь есть и плакаты, которым делал. И вот они действительно антимилитаристские, не просто по какому-то призыву, а они страшные. Они страшные и неприятные. Они посвящены травме. Даже вот тогда, в то время, у него есть смелость. И на самом деле, это свидетельство о том, что время было свободное, можно было не просто рассказывать о победе войны или еще что-то такое, а можно было рассказывать о том, что война наносит очень серьезную травму как конкретным людям, инвалидам. Потому что это вот такое ощущение, что какие-то немножко ходячие мертвецы, но и вообще всему обществу. Большой достаточно комплекс ранних работ Юрия Пименова не сохранился. И в Третьяковке, чтобы все-таки показать, какие они были, придумали вот такой удивительный, на самом деле, экспозиционный ход. Кураторы провели большую работу, нашли изображения. Ну, они были в каких-то каталогах, может быть, даже в каких-то газетах, изданиях. И просто восстановили эти работы, вот накатали на тонкий стальной лист изображения. Понятно, что изображения черно-белые, может быть, где-то были цветные фотографии, но вообще понятно, что прошло столько лет, и что вообще восстановить по цвету это уже сложно. Впечатляет, когда узнаешь историю, что часть ранних работ, она не сохранилась не потому, что время такое было лихое, и они куда-то там расходились по музею, с выставок, может, каких-то не возвращали. А потому что Юрий Пименов уничтожал сам свои ранние работы. Когда был старше, уже когда писал по-другому, он даже договаривался с музеями, забирал работы, и они исчезли. И, если честно, это правда обескураживает. Ну, не то чтобы, я думаю, он первый, естественно, кто из художников, кто уничтожает свои работы, вам может не понравиться произведение, изрубил топором. Но, конечно, возникают вопросы, что случилось с ним, что так заставило его вдруг отказываться от себя. Вот это уничтожение собственных работ – это, конечно, результат какого-то изменения, вызвано очень серьезным сломом. Понятно, что лезешь в биографию, потому что, наверное, это какое-то внешнее воздействие. Обнаруживаешь, что, да, 32-й год, все независимые объединения художников отменяются. Конечно, всем не сладко. И Пименов попадает в эти жернова, его обвиняют в формализме, начинают отказывать в заказах. Книжная иллюстрация прекращает приниматься издательствами. Какое-то время тяжело довольно жить, потому что они буквально живут на зарплату жены, по-моему, стенографистки или машинистки. Тут еще какая-то бешеная собака, которая якобы в этот период его укусила, и это было долгое лечение и восстановление. Но вообще это, конечно, такая двухгодичная депрессия. Он не пишет, по совету врачей много гуляет и как-то пытается восстановиться или договориться с самим собой, изменить, может быть, самого себя. В 1937 году он пишет какую-то свою автобиографию, и он там кается. Кается за свою любовь к немецкому экспрессионизму, кается за то, что он делал в искусстве до 30-х годов. Он говорит, я больше ничего это не люблю, я не люблю этих художников, я не люблю этот модернизм. Я вообще люблю Вермира и очень понятного мне Рафаэля. Читать это, правда, тяжело. Не хочу никого судить. Не знаю, кто бы из нас вел себя в этой ситуации, но читать это невозможно, потому что человек просит прощения за то, что просить прощения не надо. Вот этот триптих про работницу Уральского завода, он 1936 года, и это такая, конечно, переходная работа, переходная к совсем новому Пименову. И да, в середине это вот полотно, где действительно есть такие же цеха, есть такие же работницы, станки, но хоть какой-то пресни. Нет здесь никакого энтузиазма, нет никакого ритма, нет никакой энергии. Они, знаете, они фальшивы, он никак здесь вот еще ни в жанр не может попасть. И живописные огрехи, они здесь тоже очевидны, эти плоские лица. И будет у него время потом чуть все исправить, но очень сложный этот, конечно, переход. Новая Москва. Широкое окно в жизни. Легко бежит автомобиль по новому асфальту площади Свердлова. Мы видим, город отмечает Первомай. Калейдоскоп людей, вереница машин. Взгляд прекрасной советской водительницы устремлен в будущее. Вся картина пронизана надеждой на светлое будущее. Оно везде, и в бликах на асфальте, и в трепетании флажков на колонном зале Дома Союзов. Попробовала себя в роли советского гида. О картине этой, в общем, так примерно и говорили. И, конечно, в ощущении свежести надежды трудно ей отказать и сейчас. В прошлый раз рассказывал вам про его труд Евгения Анисимова, где он как раз говорит про эту работу, и говорит про ее с исторической точки зрения, конечно, может быть, даже не фальшивость, потому что ощущение новой жизни, оно, безусловно, присутствовало. Но это 37-й год. И то, что происходит в этом году, тот большой террор, который творится, я думаю, в общем, известен всем. Понятно, что относиться к этому можно по-разному. Но вот, например, мое восприятие, оно сейчас, к сожалению, очень связано с этой датой. И как-то трудно воспринимать эту работу теперь так, как я ее, быть может, воспринимала лет 20 даже. Ко всему прочему, Анисимов приводит такой удивительный, и как-то я никогда не соотносила факт, что за рулем автомобиля, а это иностранный автомобиль, я сейчас не помню марку, но неважно, это иностранный, дорогой автомобиль, в 37-м году могла находиться непростая девушка. Наверняка она была женой, может быть, дочерью какого-то высокопоставленного чиновника или высокопоставленного военного, которого не сегодня, а завтра, вот эти жунова репрессий, мог бы в них попасть. Что происходило с родственниками, с близкими родственниками, мы все прекрасно знаем. И вот когда ты понимаешь это, ощущение от этой работы совершенно иное. В общем, как вы уже поняли, в середине 30-х темы в творчестве Юрия Пименова меняются кардинально. Но здесь, в этом зале, который называется «Импрессионизм 30-х годов», даже не про те ему хочется говорить, а про изменение вот того самого пластического языка. Нет тебе здесь никакой уже линеарности, никакой графичности, никакого обращения к блокадному языку, никакой монументальности. Недаром все-таки вот это слово «импрессионизм». Вообще русский импрессионизм, советский импрессионизм – это такая серая зона, немножко искусствоведения. Нет, конечно, в общем, таких терминов. Но, тем не менее, это очень мелкий мазок. В этих работах здесь все залито светом. Иногда даже кажется, что это не масло, а акварель. В общем, это, конечно, совершенно даже… Это даже не шаг в сторону. Это какая-то совершенно другая новая дорога во всем, в сюжетах. Здесь появляется много портретов. Причем такие портреты, сдобренные натюрмортом. Здесь появляются какие-то бытовые сцены. В общем, это совершенно другой временно… Пименов в зале, где представлена работа, написанная во время войны. В общем, самих работ не так много. Но, если честно, по некоторым причинам, мне лично, его хочется побыстрее пройти. Но пройти его быстро невозможно. Во-первых, потому что здесь есть работа «Фронтовая дорога», которая, конечно, конечно, не надо всматриваться. Особенно она повторяет композицию «Новой Москвы». Девушка за рулем, тоже открытая машина, но уже другой. Вообще, Пименов не эвакуировался из Москвы, оставался в городе и делал агитационные плакаты. И был даже в какой-то момент командирован на фронт. Насколько я знаю, был он командирован с Георгием Низким. И вот, например, на Георгия Низкого вообще поездка это произвело какое-то ужасающее впечатление. Он даже потом не мог очень долго ничего делать, поскольку он был, ну, я не знаю, впечатлен тем, что происходило на его глазах. Пименов не пишет никаких сражений. Там, когда я рассказывала тоже про инвалидов войны, тоже же нет. Но вот в работах периода Великой Отечественной как раз никакого ужаса и никакой травмы нет. Вообще есть ощущение, что, ну, вот он как бы отразил действительность, вот она такая была. Эти работы, их даже антимилитаристскими назвать нельзя. Ну, вроде как была война. Вот так люди себя вели. И это, конечно, на контрасте, особенно когда сравниваешь, какое-то неправильное впечатление производит. И если честно, использование, повторное использование вот этой композиции, ну, мы же говорили, что здесь будет много очень моего личного мнения. Я читала, все-таки попробовала почитать какие-то его впечатления, особенно вот меня военные интересовали. Ну, и вот он пишет про годы войны. Нежные руки городских женщин взялись вместе с опытными крепкими руками крестьянок за лопатой в окопах и рвах под холодными дождями этой страшной осени. Нежные руки городских женщин. Ну, какая-то пошлость, если честно. Хотя, в конце концов, художник не обязан быть прекрасным литератором. Эта работа, она не из военных лет, она в 62-м году написана, но понятно, что к теме войны художник возвращается. Но со мной играет такую злую шутку вот мои нынешние, как бы, размышления о войне из моего времени, да. Возможно, я в них не права, но здесь ужасная история про «было-стало». Здесь на Мольберте стоит работа, которая посвящена блокадным дням Ленинграда и очереди, которая стоит за хлебом. А в окне новостройки и на подоконнике бутерброд с ветчиной, такая початая, мне кажется, бутылка спиртного. И что хотел сказать автор, что тогда было так все плохо, а спустя 20 лет все так хорошо, что можно спокойно есть, выпивать и смотреть на новые дома. Наверное, это сравнение имеет смысл, и его можно себе позволить, но по отношению к тем людям, которые изображены в блокадном Ленинграде, мне кажется, это какая-то странная память. Но, опять же, возможно, это мое восприятие. Вы еще не устали от этой композиции? Юрий Пименов от нее не уставал. Это уже 47-й год, и, конечно, очень похожа композиция и на новую Москву, и на фронтовую дорогу. Да, машина с другой стороны, но все равно девушки, все равно устремленная вдаль, в какое-то светлое будущее. И вот этот грузовик, он едет в Москву, потому что работа называется в Москве на стройке. Едет восстанавливать город, восстанавливать страну. В общем, чтобы закончить уже раз и навсегда с этой композицией, хочу сказать, что была еще четвертая работа, которая, в общем, по такому же принципу сделана. Опять Кабриолет, в нем блондинка уже длинноволосая. Едет она уже подстроена в Москве, и там у нее в перспективе Крымский мост, и здесь почти над ней первая эстакада. Четыре знаковые работы. Вот такие, с девушками, с одинаковой композицией. Ну, используют. Шестидесятые, начало семидесятых. Это такое второе рождение Пименова. Есть даже такое выражение «Пименовская Москва». Здесь представлена серия «Новые кварталы». И Пименов здесь как журналист, как будто он репортажи делает о том, как строится Москва, о тех, кто будет жить в этих новых кварталах, как их строят и обживают. На самом деле, в шестидесятые Пименов преподает во ВГИКе, и, конечно, во всем этом есть тоже такая кинематографическая история, потому что работать их очень много, они небольшого формата, и ты как будто смотришь шестидесятническое кино. Но я все эти работы, в принципе, видела и в музеях, видела и в репродукциях. В общем, все они мне знакомы, и были мною даже как-то любимы до какого-то, в общем, может быть, до сегодняшних дней. Любимы по отдельности. Но знаете, здесь, вот в этом зале, наверное, его проблема, может быть, в том, что здесь этого очень много. И вот эта городская лирика, она здесь вдруг для меня превратилась, просто превратилась в штамп. Когда человек нащупал это, и вот он гонит, гонит одно и то же. Десять работ, двадцать работ, и все они, они, может, различаются сюжетом и композицией, но все они на одну тему, все они с одним посылом. В многократном повторении всегда есть фальш, ну согласитесь. Здесь еще одно наблюдение, пожалуй, в этом зале, как-то оно здесь тоже вот такое пробивается. Пименов в основном в своем творчестве работает женскими образами. Правда, в основном его работы населяют женщины. Мужчины, они как бы, ну, когда нельзя обойтись, они возникают. А так вообще лучше без них. Даже вот эта вот знаменитая его композиция «Снова Москвы», там же всегда за рулем именно девушка. И в этих шестидесятнических работах женщин действительно много. При этом они здесь и на стройке, там, что укладывают, работают, и в то же время переодеваются и бегут на какие-то там танцы и свидания. Но как будто его перестает интересовать здесь человек. Как будто он просто мизансцены городские такие пишет, как будто разводит эти разные мизансцены. В этих всех героинях героини-то не чувствуют какие-то стафажные фигуры они абсолютно. Тоже, может быть, из-за этого вымывается какое-то чувство. Лирика остается, но она какая-то звенящая, пустая. Она никак не связана с событиями, она никак не связана с человеком, с этими фигурами, которые просто для хорошего цветового контраста. Здесь еще есть такой маленький зал, который посвящен впечатлениям Пименова от поездок. Он был заслуженным художником, у него премии все у него какие-то правильные были, сталинские, выпускали его за границу. Он, конечно, фиксировал, что видел, потому что новый прекрасный мир. И вроде как бы идешь и смотришь, ну да, все это вот. И Венеция похожа, в общем, на Москву. Женские опять образы, где-то болтают француженки, опять девочки, женщины. Идешь, идешь, и вдруг, ну просто работа, которую зал спасает. Я по-другому сказать не могу, и ты думаешь, о, руки-то помнят. Вот он и локальный цвет, вот и графичность, вот и коллажность во всем. Бывает же, смотришь, Италия, 1929-1932. Из того периода картина, из раннего. Вроде все рассказала, хотя вот есть один момент, важный, мне кажется. Это же ретроспективная выставка, и мы здесь весь срез, в общем, творчество художника видим. А вот я прошлась уже не один раз по залам, автопортрета нету, ни одного. Порылась потом, нашла какой-то рисунок 30-х годов, один. И все. И можно было бы говорить про какую-то природную скромность, или про такую психологическую зажатость всего того поколения. Ну, вообще, автопортрет, он же прежде всего про разговор с самим собой, про принятие себя, про обращение к себе. А вот нету. На этом все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»